Добрый вечер. А теперь о главном. Президент Ассоциации поставщиков Гюльнюра Искимбаева заявила сегодня на круглом столе, что некоторые кыргызские бизнесмены не могут воспользоваться преференциями системы ВСП+, которые Европейский Союз предоставил Кыргызстану наряду с 14 другими странами мира для экспорта своей продукции в страны Евросоюза. Это было как бы признанием кыргызской демократии. Но оказалось, что необходимо предоставить сертификат, что во время производства не был использован в запрещенной Евросоюзе детский труд. Это было требование Международной организации труда. Получить такой сертификат, то есть решить бюрократические вопросы, оказалось много сложнее. А зампред профсоюза водителей дальнобойщиков Игорь Голубев сообщил, что даже в Китае не проведешь мед без нужного сертификата. И вот это, что кто-то что-то должен делать, диковинку для кыргызских чиновников, они рады тому, что Кыргызстан признали демократической страной. Но самого только признания мало. Это чисто метафизический акт. Нужно свой статус подтверждать каждый день, каждым своим действием и решать вопросы, то есть что-то делать. Но к этому чиновники не совсем приучены, и их настроение легко передается всем остальным. Например, если все требования выполнять и честно работать, это ж никакую должность никогда не получишь. Никуда не пройдешь, ничего не добьешься. Ведь это ж трудиться надо, писать отчеты, выступать на конференциях, вести переговоры. А так, попросил родственника помочь, он устроил на работу, что-то напортачил, попросил другого знакомого, он переговорил, и вас не стали увольнять и так далее. Водители, в том числе и пьяные сотрудники прокуратуры или милиции, давят на улицах граждан, в том числе и детей, одного за другим. А родственники либо отказываются обращаться в органы, чтобы наказать виновных, либо забирают уже поданные заявления. Зачем трудиться и наводить на улицах порядок? Это ж работать надо. Больно ведь только погибшему, и то всего полминуты. А убийцы еще и денег дадут, и поминки на халяву проведут. И журналисты уже давно разучились что-либо делать, пока кто-нибудь не проведет пресс-конференцию и не расскажет все. Ни в чем разбираться или ничто осмысливать не надо, даже пресс-релиз готовый раздадут. И говорят, и пишут журналисты уже давно в стиле бухгалтеров или милиционеров. Зачем тратить время и напрягаться, когда весь этот готовый набор слов уже дали, а свои редакторы все равно опубликуют. Вот и премьер Мухаммед Калы Абулгазеев сегодня на заседании правительства прервал свою речь и в присутствии прессы сделал замечание своим сотрудникам, что они сидят и ковыряются в своих телефонах. Просматривать телефоны для них оказалось гораздо важнее, чем следить за ходом заседания, даже если оно правительственное. Обеспечили энергией, провели воду, доставляем материалы по льготным ценам, все сделали. Я тут вижу, некоторые сидят и играют игры на своих телефонах. Это как недавний случай. Давайте этого не повторять. Я сейчас вам дам поручение. Шамиль Митович, отныне, когда будут приходить на заседание, пусть оставляют телефоны на входе, а то тут некоторые сейчас сидят и играют. И вряд ли что-то улучшится, пока не изменится сознание и отношение к делу. Телефон ведь тоже нужен, но для дела, а не для игр. А первый вице-премьер на том же заседании предложил даже объявить выговор министру образования за ошибки в учебниках, которые были выпущены еще 4 месяца назад, в октябре. Может быть, из-за модернизации ТЭЦ тоже просто объявим кому-то выговор и дело с концом. И афганцы наши все герои. Сколько за эти 10 лет в Афганистане каждый советский солдат убил афганских женщин, стариков, детей, никто не считал и не будет считать. Это не наше дело. Мы выполняли долг. Мы герои, а они тоже наших убивали. Главное, если построить нас всех в колонны и заставить что-то делать, мы многое можем. Это по-нашему. Ведь ни о чем думать не надо. Просто берешь больше и кидаешь дальше. И независимость мы бесплатно получили, поэтому не особенно ее ценим. Готовы чем угодно поступиться, лишь бы была халявная помощь, гранты и встречи на высоком уровне. За 1 доллар можем целую отрасль экономики подарить. И то ведь выгода. Своими бы силами и этого не сделали бы. А так нам все делают, трубы прокладывают, газ проводят, жители довольны. А независимость на хлеб не намажешь. Это была программа о главном. Я, Нарен Аэб. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok